Привет, вы смотрите Chemistry Today, и сегодня мы наконец-то займемся органическим синтезом, и впервые на всем ютубе синтезируем довольно интересное вещество, краситель аурин, или как его иногда называют, розоловую кислоту. Начнем с того, что розоловая кислота также может менять свой цвет в зависимости от кислотности среды, то есть от PH, а значит может использоваться в качестве индикатора. Индикаторов существует довольно много, и новеньким на нашем канале рекомендую глянуть подробные видео про один из самых известных из них, про фенофталин вот здесь. А если вы все про него уже знаете, то сразу найдете сходство в химической структуре аурина и фенофталина. В самом деле, различие состоит лишь в том, что здесь в качестве заместителя не лактонный цикл, а OH-группа. Добавлю, что красители, содержащие два орильных кольца и один хинон при одном углероде, носят название триорилметановые. Это очень обширная группа красящих веществ. Кстати, к ней, помимо аурина, относится всеми любимая зеленка и другие не столь известные вещества, например, малахитовый зеленый, метиловиолет и фуксин. Тема красителей и их синтеза – это очень интересно, я вас понимаю. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы углубились в эту тему, с вас 300 лайков под этим видео. Что ж, давайте, наконец, получим аурин. Для этого необходимо взять всего два основных реагента. Это фенол и щавелевая кислота. А реакцию конденсации между ними запустит концентрированная серная кислота. В конической колбе уже находится стихиометрическая смесь фенола и щавелевой кислоты. Как мы уже знаем, необходимо добавить концентрированную серную кислоту, что мы и делаем. Сразу видно, как смесь приобретает цвет клубничного мороженого. Но чтобы реакция пошла с нормальной скоростью, нагреем смесь и будем кипятить ее в течение некоторого времени с обратным холодильником, дабы избежать улетучивания весьма ядовитого фенола. А пока идет реакция, наслаждаемся красивым видом кипящего расплава и слушаем, что же происходит. Вначале, из-за высокой температуры, молекулы щавелевой кислоты отщепляют углекислый газ, то есть декарбоксилируют, и превращаются в муравьиную кислоту. В кислой среде к молекуле муравьиной кислоты вначале присоединяются две молекулы фенола, а затем третья. Полученное соединение не имеет хромофорных круп, а значит не окрашено. Его называют лейкооснованием по отношению к аурину. Лейкооснование – это предпоследний продукт цепочки синтеза аурина. Его достаточно окислить даже кислородом воздуха, чтобы получить сам краситель. Окисляется он довольно легко, поскольку в этой реакции образуется аурин – энергетически выгодная структура, имеющая полное сопряжение двойных связей во всей молекуле. Спустя некоторое время с помощью перчатки – колба ведь горячая – перельем содержимое колбы в стакан с холодной водой. Теперь в стакане концентрированный кислый раствор аурина. В кислой среде данный индикатор имеет гораздо большую растворимость, нежели в нейтральной и щелочной. Поэтому, чтобы получить данный краситель в виде порошка, мы решили оследить его щелочью. В тот же самый стакан будем добавлять концентрированный раствор щелочи. В качестве такового мы взяли раствор карбоната калия. Только не говорите мне, что карбонат калия не щелочь, потому что в нем нет OH-групп. Вследствие гидролиза он имеет pH около 11, и он просто оказался более доступным для нас, чем чистый гидроксид. Так как кислоты изначально мы добавили много, то и добавлять карбонат пришлось довольно долго. Но, к счастью, когда объем стакана был практически исчерпан, наконец перестал выделяться углекислый газ, и мы приступили к фильтрованию на воронке шота под вакуумом. Вот честно, товарищи, если у вас завалялись вдруг фенол и щавелевая кислота, обязательно попробуйте синтезировать аурин. В реальной жизни он выглядит намного красивее, чем на камере. После фильтрования всех растворов с осадками красителя и недолгого просушивания на фильтре, мы получаем некоторое количество порошка. Да уж, не зря его иногда зовут красным каролином. Что ж, пора бы посмотреть на его изменение цвета. Так как полученный до щелочного осаждения раствор являлся очень концентрированным, то при отливании небольшого его количества в воду мы видим, что в кислой среде данный индикатор желтый. Теперь будем приливать под немного раствор щелочи. Видно, как цвет раствора постепенно изменяется и становится розово-малиновым. Этот краситель сейчас не очень популярен, но когда-то давно, примерно 100 лет назад, его использовали в красильном деле. Его малая востребованность как пигмента объясняется в первую очередь тем, что он, как бы это ни было удивительно, индикатор. С PH перехода около 6, а это значит, что даже углекислый газ способен вызвать изменение цвета аурина. На сегодня всё. Но знаете, что если вы захотите, то в будущем вас ждут новые интересные цветные истории. А пока что рекомендую посмотреть вот эти два видео и подписаться на канал. Счастливо!